МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Наталья. Да, конечно, наша фирма предоставляет такие возможности. На самом деле это очень важный момент, потому что некоторые люди пренебрегают этими рекомендациями и потом имеют очень плачевные последствия. Мы предлагаем весь спектр услуг, начиная от проектирования, от монтажа и заканчивая последующим техническим обслуживанием средств системы охраны и сигнализации и оперативным реагированием. То есть выездом групп оперативного реагирования в тех случаях, когда происходят какие-то нештатные ситуации или, не дай бог... Насколько сейчас популярна вообще эта услуга, когда дома ставят на охрану? Как это называется, кстати, правильно? Это называется централизованная пультовая охрана. Услуга эта достаточно популярна в настоящее время. В связи с тем, что у многих людей есть загородные дома, коттеджи, много имеется ценных вещей, которые нужно охранять и как-то защищать от посягательств других лиц. И как это работает? Вот, например, дом остался без присмотра, да, все установили, поставили, и как дальше? Кто-то зашел, и что-то сработало? Да, система охраны строится таким образом, что когда человек покидает охраняемое помещение, он ставит его под охрану. Соответственно, на пульте централизованной охраны мы видим, что человек покинул помещение, помещение берется под охрану, и в случае несанкционированного нарушения периметра или в случае, если кто-то каким-то образом проникает на объект, на пульт охраны выдается извещение. Соответственно, мы в кратчайшие сроки высылаем группу быстрого реагирования, которая осматривает объект, оценивает ситуацию и принимает необходимые действия. А насколько надежна такая система? Надежность системы в первую очередь определяется оборудованием, которое используется на объектах. Мы используем только проверенные качественные бренды. Можем предложить как аппаратуру отечественных производителей, она достаточно надежная и качественная в последнее время. По стоимости она дешевле зарубежных аналогов и, в принципе, ничем не уступает. А вот как давно существует группа компаний Центра безопасности? Группа компаний Центра безопасности существует уже более 10 лет. Мы имеем большой опыт в области защиты имущества гражданам, в области защиты их здоровья. Вот помимо загородных домов, например, где еще используются такие системы? Помимо загородных домов, естественно, данная система используется и на объектах территориально расположенных в городе Рязани, и Рязанской области, на объектах частной собственности, на коммерческих каких-то фирмах, предприятиях, ну и других структурах, в которых необходимо обеспечивать безопасность. Ну вот если человек, например, решил, что ему это нужно, да, вот что ему надо сделать, и как долго будут все это делать, устанавливать, как-то проверяется это, наверное, тоже, да, там кошку запустили, кошка прошла, сработала, не сработала, как это вообще происходит? Прежде всего, человек обращается в наш инженерный отдел, выделяется инженер, который выезжает на объект, составляет список, перечень мер, которые нужно организовать на данном объекте для его охраны, для его защищенности. А какие варианты, кстати, вот что можно организовать? Ну, организовать можно достаточно большой спектр услуг, начиная от защиты периметра объекта, это защита дверей, окон на открывание, это такие банальные вещи. Сейчас больше используются инфракрасные датчики, то есть датчики, которые реагируют на тепло человеческого тела, датчики вибрационные, которые реагируют на пролом стены и других инженерных сооружений, ну и другие типы, которые помогают в комплексе обеспечить очень высокий уровень защиты. Ну вот, приехал инженер, да, выяснил, что хотят заказчики, далее какие дети? Совершенно верно, составляется техническое задание, составляется технический проект, который согласуется с заказчиком, выясняются все необходимые моменты, нюансы, и после этого заключается договор и уже непосредственно происходит монтаж. Время выполнения монтажа, естественно, зависит от объемов, от размера объектов и от того, насколько качественно, надежно его нужно защитить, сколько периметров защиты использовать. Сергей, вот за столько лет были какие-нибудь интересные заказы, необычные, там люди хотят что-то там охранять, то, что необычно, да, или какую-то систему установить там супер навороченную, или все стандартно, в общем-то, обычно всегда? Естественно, везде всегда бывают нюансы, ну, что хотят защитить люди, то, что им дорого, то, что ценно. Сергей, ну вот если у человека, например, он установил все, да, и возникли какие-то технические сложности, а вот насколько это быстро и качественно можно будет решить? Естественно, мы оказываем полную техническую поддержку нашим клиентам, у нас имеется подготовленный и очень грамотный технический персонал, работает служба круглосуточной поддержки, то есть человек в любое время, там, дня и ночи, в любое время дня недели, будь то праздник или обычный день, может обратиться в эту службу поддержки, получить помощь, и если невозможно помочь человеку по телефону, то технический специалист в кратчайшие сроки, естественно, выезжает на объект и помогает человеку решить эту проблему. То есть даже 1 января в 6 часов января? Даже 1 января в 6 часов января, совершенно верно. Мы оказываем эту поддержку абсолютно без выходных и каких-либо перерывов. А вот если что-то вдруг случается, да, и срабатывает система, нужно ехать, вот насколько это быстро тоже происходит? В каждом районе нашего города есть группа быстрого реагирования, которая дежурит в определенной точке, и при сработке охранной сигнализации или пожарной сигнализации группа в обязательном порядке отправляется на этот объект для оценки ситуации. Срок выезда группы и реагирования составляет минуты, то есть не десятки минут, не полчаса, а именно минуты. Ну, в зависимости от загруженности уже транспортных потоков. Вот ни для кого не секрет, в принципе, да, сейчас, что экономическая ситуация непростая у нас в стране. Как-то навстречу идете своим клиентам, как-то радуете, поощряете? Само собой мы ведем гибкую политику в этой непростой экономической ситуации. В частности, львиная доля денежных средств, затраченных на охранно-пожарную сигнализацию, составляет собой прибор, который всю эту информацию анализирует и отправляет уже извещение на пульт централизованной охраны. В данной ситуации мы данные приборы предоставляем в аренду, то есть на весь срок эксплуатации наших услуг. Какие-то сезонные акции к Новому году, может быть, что-то там? Конечно. И имеют место быть сезонные акции, это скидки и так далее. А, Сергей, ну и где искать группу компаний, центр безопасности, куда обращаться, как? Если человек заинтересован в наших услугах, он всегда может позвонить по телефону 24-06-12, это круглосуточный телефон, оставить там заявочку, свои контактные данные, после чего с ним обязательно свяжутся и решат вопрос. Ну что ж, друзья, не забывайте, что безопасность, конечно же, прежде всего в наших с вами руках, но профессионалам тоже доверять стоит. Это была программа «Городские встречи», а в гостях у меня сегодня был Сергей Федосеев, технический директор группы компаний Центра безопасности. Увидимся!